Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш. Не успел вчера Байден словомолвить, что США довольны тем, как развиваются их отношения с Китаем, как уже сегодня у них снова все плохо. И почему, кстати, никто не удивляется? Внезапно оказалось, что Китай сотрудничает с Кубой, и главное, не просто так сотрудничает, а в сфере безопасности. А если совсем точно, то Китай готовит тренировочный центр на Кубе для того, чтобы помогать тренировать войска островного государства. Ой, это же, наверное, так должно было понравиться Штатам, не правда ли? Это же навязчивая идея Запада на данный момент – тренировать и накачивать чьи-либо войска, допустим, Тайваня, при этом утверждая, что никто решительно не собирается ни на кого нападать. Как там заявил Блинкен на днях, США, дескать, совершенно не поддерживают независимость Тайваня? Правда, вот шеф Пентагона, генерал Ллойд Остин, за две недели до этого заявил, что поддерживают. Америка такая многоликая, кому из них верить непонятно. Вот и Китай ничего такого в принципе не поддерживает. Он просто тренирует кубинские войска, не более того. Остров он и есть остров, не правда ли? Если у США есть право тренировать тайванские войска, то у Китая есть право также приплыть к их берегам и тренировать войска кубинские? Оказывается, нет, неправильно. Оказывается, что это другое и надо понимать разницу. США обеспокоены переговорами Китая и Кубы о создании совместного военного тренировочного центра на острове, так как это может привести к размещению китайских войск всего в 100 милях от побережья Флориды, пишет Wall Street Journal. А как же так? А как же любимая мантра, что каждая страна вправе сама решать, с кем она будет строить безопасность и в какие входить альянсы? А как же двери НАТО всегда открыты? Ну вот и двери Кубы всегда открыты. Чем же вы недовольны? Одним словом, мы можем продолжать с удовольствием наблюдать толкотню медведей в одной берлоге. Давно уже не было так весело. А Германия тем временем занялась чем-то несуразным. Она страдает самой настоящей атомной шизофренией. А вот Франция здраво и рационально решила по-быстренькому до 2050 года сварганить шесть новых ядерных реакторов. Все ради того, чтобы, во-первых, достигнуть углеродной нейтральности по заповедям ЕС, во-вторых, приносить деньги французам. Ну и соседке ФРГ электроэнергии подсобить, ведь иначе пиши пропало. На этот счет высказался журналист-критик Борис Райтшустер. Он просто в восторге от заголовков «Бильд» а-ля электричества в Германии хватит, если мы импортируем атомную энергию из Франции. Спрашивается, зачем свои АЭС прикрыли? Все просто. Энергетический переход зеленых основан на ядерные энергии из Франции, рапортует эксперт по энергетике от СВДП. И ничего, что электроэнергия Made in France обходится бюргером и предприятием в разы дороже, чем та, что некогда вырабатывалась в родной Германии. Вот и все, что нужно знать о двойных стандартах немецкого абсурдистана. А тем временем в России выручка российских компаний за прошлый год впервые за всю историю страны превысила квадриллион рублей и выросла вдвое относительно 2021-го, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы ФНС России. «Порока в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России», говорится в сообщении. Компании, как отмечается в материале, задекларировали в прошлом году перед ФНС выручку на сумму 1268 триллионов почти 1,3 квадриллиона рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 655 триллионов. При этом, несмотря на двукратный рост выручки, прибыль компании увеличилась лишь на 5,9% с 29,4 триллиона в 2021 до 31,1 триллиона рублей в 2022 году. При средней в 2022 инфляции на уровне 13,8% в реальном выражении прибыль фактически снизилась. Согласно данным ФНС, в 2018-2020 годах доходы компаний в среднем за год составляли около 260 миллиардов рублей, но в 2021 резко выросли. Увеличение доходов по итогам прошлого года до 1,27 квадриллиона рублей обусловлено ростом экспортной выручки нефтегазовых компаний, а также восстановлением потребительского спроса на товары и услуги. При этом выручка организации превысила квадриллион всего за 9 месяцев, отмечает издание. А в США вскоре спецпрокурор Джон Дурам должен будет дать показания в Конгрессе. Его доклад месяцем ранее разочаровал и республиканцев, и демократов. Спецпрокурор Джон Дурам был назначен еще при Трампе для расследования истоков русского дела. Особое внимание привлекала операция ФБР под кодовым названием «Ураган перекрестного огня» «Кроссфайр Харикейн», направленная против Трампа и его сподвижников, которых подозревали в том, что они агенты России. В результате расследования Дурама ни одного сотрудника ФБР или Минюста не удалось привлечь к ответственности, хотя и было установлено, что русское дело было полностью выдумано внутри ФБР, возможно, в сотрудничестве с Демпартией США. В отчете, в частности, написано, у разведывательного сообщества было полное отсутствие информации, подтверждающей гипотезу, на которой основывалось расследование «Кроссфайр Харикейн». Говоря коротко, ФБР недооценивала или умышленно игнорировала существенную информацию, которая противоречила версии о сговоре между Трампом и Россией. Но это и так было известно, как минимум и расшифровок допросов важных свидетелей, имевших отношение к русскому делу. Как выяснилось, возможно, не было и никакого взлома сервера штаба Хилари Клинтон. Цифровых отпечатков пальцев никаких и на самом деле найдено не было. И вот Дурму ждут в Палате представителей. Во вторник он даст показания Комитету по разведке в закрытом режиме. В среду он предстанет перед юридическим комитетом, и это будут уже открытые слушания, будет вестись онлайн-трансляция. А Байден тем временем не устает сжечь глаголом. Президент США заявил, что занимается американской внешней политикой последние 207 лет, передает агентство Bloomberg. «Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе Киссинджер. Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет», приводит агентство слова Байдена во время выступления в Калифорнии. При этом Bloomberg указала, что 80-летний президент США пошутил о своем возрасте. Недавно одному из самых авторитетных и спорных американских политиков Генри Киссинджеру исполнилось 100 лет. Инициатор и главный исполнитель разрядки в отношениях США и СССР, приведший к снижению глобальной напряженности, дипломат, помимо всего прочего, открыл путь к заключению ряда важнейших договоров в сфере контроля над вооружениями. Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в штате Колорадо, американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком. А вот Европа, похоже, внезапно передумала отнимать депозиты России. Когда на Западе замораживали российские активы, неважно, государственные или частные, когда накладывали санкции и подводили под рестрикции все, что только можно, глаза атлантистов-глобалистов сверкали от азарта и предвкушения прибыли. Еще бы, у них грабеж стран, народов и иногда целых континентов на протяжении многих лет и даже столетий был самым эффективным и, главное, стремительным источником получения крупных доходов при минимуме приложенных усилий. Сейчас мы русские активы заморозим, а потом под шумок поражения России их конфискуем и дальше будем распоряжаться награбленным так, как посчитаем нужным. Эйфория, несмотря на предостережение людей опытных и немножко знающих российскую историю, продолжалась больше полутора лет. И вот холодный душ Шарко прямо на голову коллективного Брюсселя. Душ с напором и ледяной водой открыл тот, от кого ничего подобного Еврокомиссия не ожидала. Евроцентробанк, в меморандуме которому дали утечь в СМИ, предупредил, что если евробюрократы притронутся даже не к самим активам, а к процентам, которые наросли за эти месяцы. Начнется не просто бегство капитала из еврозоны, там депрессия, вернее рецессия уже наступила, а будет подорвано доверие к общеевропейской валюте, что означает начало деевровизации. Иными словами, евро постепенно утратит статус одной из резервных валют, и его место будет занято. Прости-прощай стабильность финансовой системы континента. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.